давай еще один застрял всем привет короче для меня понедельник не задался 11 февраля заехал я сегодня глубокую яму правой стороной такой вроде не придал значения думаю ни хрена ничего не будет нормально как бы в яму заскочил выскочил все еду нормально как будто сразу чем произойдет думал не нормально колесо едет машина едет никуда ничего приехал стою такого дворе выезжаю еще такое чё за скрежет чё-то шкрябает думал ли может может мотова разбитый бампер уже отвалился уже там защиту уже трет по асфальту а блять останавливаюсь выхожу смотрю а у меня правое колесо напрочь короче спустила я искать шиномонтаж нашел ближайший шиномонтаж шиномонтаж не посмотрел колесо не снаружи него с внутренней стороны двойной боковой порез плюс шишка выскочила все короче покрышка на выброс либо под ремонт ремонт покрышки в районе тысячи рублей со всеми работами там ремонт демонтаж монтаж думаю блять на покрышку уже все уже как бы вот эту зиму откататься ее можно уже выбрасывать нелогично штуку отдавать я на авито искать объявление мало ли может кто продает ну и нашел такого степана как раз у него две покрышки пишет то что купил себе новую липучку и две покрышки у него остались нормам 5185 на 65 r15 проехал на них всего там 4000 километров но я так подумал так если одно новое колесо нормам нормам 5 стоит 3 рубля с хером а тут за две покрышки тем более с ним добазарился за 3200 думаю почему бы и нет сейчас куплю две покрышки почти новый за 3200 но потом может тоже где-нибудь найду еще куплю себе назад так что вот так вот еду теперь сейчас вот встречаться с степаном договорились сразу подъехать на шиномонтаж чтобы время не терять ну а хули блять время деньги вот такая да она уже нормальная вообще шикарная без всяких этих порезов там да все взял я резину вроде нормально целая без всяких там повреждений левых и вот теперь на шиномонтаж нет уже marine тут стоит дать 30 нахер все пойдем к ребятам так вот она резинка хорошим вот она новая резина вообще шипы все целое у меня же ухай дохана нахуй ну а вот мои короче вшата на сегодня колесо он уже не шипов протектор уже стерлся так что ты его бесполезно вот здесь в этом месте боковой порез но здесь здесь немного погнуло вот это вот резина который брал я салона над ездил у меня полтора года на киа рио и полтора года на солярке вот вам передние колеса шипов вообще нахер все пообломались протектора считаю же скоро чуть-чуть и все на выброс здесь красота здрасте небо там пару махинаций послужит они еще сезон ну до конца зимы это надо снять но ты запаска вот это вот который я пробил как бы вот это переобуть на диск это это снять и вот это тоже переобуть да это наперед лево и право да зашел монтаж нам заехал ближайшим складом боковой порез шишкой ремонт где чересчур я подумал смысла нету уже надо бы его это ну он его накачал но начало спускать и шишка большая дошка не особо конечно большая ремонт по ремонте по районе 1000 я вам два две покрышки что я новую взял за три на диски посмотрю да я как бы нашел на авито новый новый ремонт да да и более боковой и более боковой и 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 Продолжение следует... 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 я не буду смотреть, какие дербанят, блядь да хоть две, блядь, похуй просто взяли, раздербанили, блядь ну пара, вот он здесь показан, вот она сломана крепление там, оттуда память поможет хорошо о да 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 я думал только этот, вон еще просто когда удар был, то там даже крыло немножко вынуло, но я так не там корпус лопнул, все, ехал, дыхал ну да дыхал А сама железа Прошло, не ушло Чуть-чуть подтянуть его, да? Ну, вот видите, посадочное место, куда фара еще внизу, типа защелку вставляет Угу Давайте, нужно помыть, где может, получается Ага И пройти в туманку ПТФ, да? Все, остальное у вас Сейчас ключи было Почти идеал Все Подрежьте так в общем чё хочу сказать так прошел я второй до посмотр посмотрели то что там крепление фары сломано кронштейн там крепление ушел но это все было записано у меня на первичном осмотре в общем на вторичном досмотре для оплаты добавилась у нас ptf и сам кронштейн то что его надо немножко вытянуть лайчата хрен его знает сколько заплатят еще второй раз ну так-то по сумме что-то как-то не особо такое ощущение как будто я должен брать в запчасти на свою машину либо сбитых авто либо сбу авто либо на разборке где-то искать чтобы все это у меня вышло в эту сумму блин если судиться то это время затрачивать опять это же пиздец полный ну ладно в общем вот так вот я думаю что ребята свои все сделал красиво и качественно что друзья вот и закончилась моя история с допосмотром ждем теперь дальнейших выплат чего заплатил девушка проезжай давай что же надо как-то сюда потиснуться ждем выплаты сколько заплатят сколько чего там дальше уже будем смотреть чё как чё почем будем делать машину в общем по-прежнему питере снег мало где чистится чистится в основном только центр ну хоть на этом спасибо на окраинах везде говно колея скользко машину стаскивает буксуешь на месте но когда снежного и утро это очень красиво ладно ребята все всем спасибо за просмотр подписывайтесь нажимайте на колокольчик и ждите новых видео пока так как моя красотка у у у у у блядь но у ебан эдет кто делал мой мужчина сколько он не должен да вообще огонь